МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ 18.30 в Новосибирске области в эфире. Вечерние новости в студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Вынужденные каникулы начнутся в понедельник. Кто останется дома, а кому придется работать? По тысяче рублей за каждый килограмм черной икры перевозчик контрабанды отделался символическим штрафом. Лучшая защита – вакцинация. От каких болезней коровам ставят сезонные прививки? В Новосибирской области развернут волонтерский корпус помощи пожилым на дому. Тестирование на COVID-19 будет доступно во всех лабораториях региона. И, комментируя решение президента страны, губернатор Андрей Травников попросил работодателей серьезно отнестись к семидневным выходным. Я призываю всех работодателей прислушаться к обращению президента. Он говорил о необходимости вести себя дисциплинированно и ответственно. И действительно мы призываем оставить в работе только те предприятия, организации, которые обеспечивают жизнедеятельность и управляемость на территории региона или являются стратегическими для Российской Федерации. Выполнять все рекомендации Роспотребнадзора и отнестись к вынужденным выходным не как к праздничным призывают и в региональном Захсобрании. С понедельника областной парламент будет работать в усеченном варианте. Я думаю, что сегодня-завтра решим и все-таки большую часть людей отправим на неделю домой. Останутся те люди, которые просто необходимы вещи там делать. Но большую часть мы все-таки постараемся на неделю сделать выходные. Новосибирский метрополитен изменит режим работы. Начиная с ближайшей субботы подземка будет перевозить пассажиров по графику выходного дня. Такой режим продлится по 3 апреля. Работать в метрополитен будет с 6 утра до полуночи. Горожан предупреждают. Изменятся интервалы движения поездов. Еще важная информация. Приостановить работу торгово-развлекательных центров, не закрывать только продовольственные магазины, а также точки продаж товаров первой необходимости. Такие рекомендации коммерческим структурам нашей области дал региональный Минпромторг. Организациям компенсируют издержки. Разрабатываем, смотрим наше Минэкономразвитие, Минпромторг. И в течение недели мы эти меры выработаем. Кроме того, что еще озвучил президент Российской Федерации. Это как-то налоговые каникулы, уменьшение налогового времени, ну и так далее. Это каникулы по платежам, по потребительским кредитам, по кредитам для малого и среднего бизнеса. Скорректировать график вынуждены учреждения образования Новосибирской области. В школах продлят каникулы. Дети начнут учиться не с 1, а с 13 апреля. Дальше несколько вариантов развития событий, в том числе переход на дистанционное обучение, либо введение кабинетной системы. Когда за каждым классом закрепляют одно помещение и там идут все уроки. До 6 апреля будут частично закрыты детские сады. В них останутся только дежурные группы для малышей, чьи родители на следующей неделе выйдут на работу. Родитель приходит непосредственно в дошкольное учреждение, пишет заявление о том, что ребенок необходимо, чтобы ребенок посещал дошкольное учреждение, и поэтому дежурные группы мы будем формировать по мере необходимости. Есть рекомендации со стороны Министерства просвещения в группах не более 12 человек. Противокоронавирусные меры принимают и в районах нашей области. Сельские школы закрыты. Школьники и учителя общаются дистанционно. Рассказывает Яна Рагуля. Для дистанционного обучения предоставляют сразу несколько платформ. О них педагогам рассказывают на вебинарах. На какой из них работать, учитель выбирает сам. За период каникул родители, пожелавшие, чтобы их дети со 2 апреля 2020 года обучались дистанционно, должны прийти в свою общеобразовательную организацию и написать заявление. При этом они берут ответственность за обучение своего ребенка, а самое главное создание технических условий на организацию дистанционного обучения. Учеба на расстоянии потребует большего внимания со стороны родителей, считает Александр Майер, учитель информатики Красносибирской школы. Тяжело, потому что процесс должен быть контролироваться родителями, потому что дети могут отнестись к этому по-разному. Кто-то может отнестись серьезно, как к обычному учебному дню, а кто-то может отнестись как к каникулам и ничего не делать. Должен быть контроль очень серьезно со стороны родителей. Родители оценивают дистанционное обучение неоднозначно. Кто-то готов контролировать занятия ребенка дома, кто-то считает, в школе ему будет лучше. Будем ориентироваться по ситуации, которая сложится на тот момент. Если на самом деле будет угрожать здоровью, то, конечно, как мама я оставлю ребенка дома на дистанционном обучении. В школу лучше. И учителя лучше объяснят, что где не поймут. И как бы в школе она и есть школа. А ты как думаешь? В школу. А если вот будет опасно заразиться? Ну, надеемся, до нас не дойдет такая инфекция. Лучше посещать, конечно. А то у меня сестра учится, он в городе, здесь стационарно говорит. Это мама дорогая, что тяжело. Много заданий задают. Возможно, уже 2 апреля все школы Качковского района будут работать в обычном формате. Сегодня в Кочках под наблюдением врачей находится 6 человек. Это те, кто вернулся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой или контактировал с людьми, у которых был подтвержден диагноз нового коронавируса. Яна Рагуля, Артем Медведев, Новость УТС. И прямо сейчас в нашем выпуске расскажем о санкциях за контрабанду черной икры, когда на улицах мегаполиса можно будет увидеть автомобиль времен царской России, чем заняты на каникулах наши баскетболисты. Оставайтесь с нами. Причинил государству ущерб на 23 миллиона рублей и отделался символическим судебным штрафом. Кировский районный суд поставил точку в деле о незаконной перевозке черной икры. Рассказывает Мария Никитина. Фуру с московскими номерами пограничники задержали в Новосибирске. В ходе досмотра в рефрижераторе и отсеке для запасного колеса оперативники обнаружили необычный груз. Обратите внимание, вещество черного цвета, зернистое. Пока не можем установить, что это, исследование нам в дальнейшем покажет. Силовики предположили, что внутри тары черная икра. Позже это подтвердила молекулярно-генетическая экспертиза. Выяснилось, что деликатес водитель приобрел на Дальнем Востоке и вез ценный груз в европейскую часть России. Правоохранители изъяли 206 контейнеров. Общим весом больше 100 килограммов. В отношении водителя фуры возбудили уголовное дело. Но ответственности обвиняемый избежал. Фемида наказала его рублем. Андрей Усов заплатит судебный штраф 100 тысяч. Мария Никитина, Новости ОТС. Сегодня на сессии ЗАГС Собрания Новосибирской области депутаты поддержали обращение в Государственную Думу и президенту страны о присвоении в Новосибирску почетного звания города трудовой славы. Мы получили заключение от Академии наук Российской Федерации. Оно у нас на 12 листах. Там описаны все трудовые подвиги. Другого слова нет наших земляков. За депутаты проголосовали единогласно. И в случае поддержки инициативы на федеральном уровне заслуженное звание Новосибирску присвоят уже в начале мая. Врачи к пациентам приедут сами. Специалисты Министерства труда и социального развития нашего региона организовали выездные медицинские осмотры пожилых людей в стационарных учреждениях, чтобы пенсионеры не заразились сезонными респираторными заболеваниями и коронавирусом пожилые сегодня, как известно, в группе риска. Терапевты неотложная помощь в Новосибирском доме ветеранов есть. Сегодня пригласили невролога, хирурга, офтальмолога, гинеколога. Они осматривают ветеранов и участников войны. Измеряют внутриглазное давление, делают ЭКГ, берут анализы. Для Октябрины Синякины вызывают ортопеда-травматолога из Новосибирского НИИТО. В начале марта женщина сломала шейку бедра. Пациентку необходимо адаптировать к вертикальным нагрузкам. Это все в консультации написано, обговорено с лечащим врачом, какие профилактические процедуры проводить. То есть, соответственно, антикоагулянтную терапию надо будет продолжить, бинтование нижней конечности. Николай Миронов обходит врачей для профилактики. Говорит, жаловаться не на что. В свои 95 он ведет активный образ жизни. Гуляет, занимается скандинавской ходьбой. Немного беспокоит только старая рана. В годы войны первое попадание снаряда было в накат, в блиндаже. Но каска спасла каска. А головные боли остались. Понимаете, последствия головных болей. Вот она прописала мне лекарства. Осмотры пожилых проводят ежегодно. Только обычно они сами приходят в ближайшую поликлинику. В этом году, чтобы уберечь их заражение сезонными респираторными заболеваниями и коронавирусом, врачи приехали сами. В рамках программы «Демография» сегодня реализуется проект «Старшее поколение», в котором есть одно из направлений – это долговременный уход. Выявление каких-то заболеваний, корректировка лечения – это точно также является профилактической мерой для укрепления здоровья наших проживающих. Такие осмотры уже провели в трех стационарных учреждениях. Следующий выезд – в областной дом «Милосердие». Всего в рамках акции осмотрят около 200 ветеранов. Елена Мирошниченко, Алексей Погодин, Новости ОТС. А параллельно в ведомстве начали консультировать волонтеров, как работать с пенсионерами. Активисты «Красного креста» рассказывают об особенностях психологии людей старшего поколения. Доверие очень важно, чтобы пожилые не приняли помощников за мошенника. В министерстве работает горячая линия. Ее номер вы видите на экране. Там пожилые люди могут озвучить свои вопросы. С учетом того, что перепрофилированы определенные функции, с учетом того, что мы отказались от ряда массовых мероприятий, часть сотрудников, которые были высвобождены, они будут также участвовать в реализации оказания социальных услуг на дому. Продолжаем выпуск. Предположительно, с 2021 года абсолютно все производители бутылок пластиковых и картонных упаковок начнут в стопроцентном объеме оплачивать утилизацию. Новые правила пока не до конца ясны предпринимателям. Есть вопросы? Кто в данном случае является производителем упаковки? Компания, которая произвела преформу, это не готовая упаковка, не готовые изделия. Или компания, которая разлила продукцию в эту упаковку, предварительно выдав из нее непосредственно саму бутылку. С одной стороны, расходы населения должны сократиться. Жильцы будут платить только за смешанные отходы. А вот за утилизацию отсортированных предприятия. Однако не все так однозначно, говорят бизнесмены. Замена механизма самостоятельной утилизации товаров и упаковки экологическим сбором приведет к росту цен на отдельные товары до 25%. Производители будут просто включать его в себестоимость. Неясен также вопрос о том, куда именно пойдут дополнительные налоговые поступления. Как такового механизма расходования этих средств пока нет. Принять документ должны были в конце марта, но в связи со сложившейся обстановкой отложили рассмотрение на следующий год. В районах нашей области начали прививать крупный рогатый скот. Вот это плановая сезонная вакцинация. Животных готовят к переводу из зимних квартир на пастбище. Из Куйбышевского района сюжет «Мои коллега». 300-килограммовый пациент на приеме задержался не дольше пяти минут. За это время ветеринары успели обработать небольшую рану, взять кровь на анализ и поставить укол. Мы решаем вопросы. Это в первую очередь заслонная инфекция. Когда проводятся все ветеринарные мероприятия вовремя, мы создаем иммунитет животных против инфекционных заболеваний. Проверяется на бруцеллез лейкоз. Работа в этом хозяйстве идет быстро, отмечают ветеринары. На обработку садов 90 голов потребовалось чуть больше получаса. А все благодаря так называемому расколу. Крытое помещение с узкими железными проходами для крупнорогатого скота построили в этом году. За здоровьем животных пристально следят. Кулешовское хозяйство – одно из самых крупных в районе. Больше полутора тысяч голов. И самодисциплинированное с точки зрения соблюдения санитарных норм. Ну, сделали все это под крышей, где с вакциной работают, сделали отопление. У нас сейчас плановые обработки. И когда такие возникают проблемы, там надо кого-то отбить, подлечить тоже как бы здесь. Железные проходы надежно фиксируют быков и телят. Ширина рассчитана так, чтобы крупные животные в них не застревали, а мелкие не смогли перегородить проход. Самое главное, по словам ветеринаров, животные не травмируют друг друга. Безопасности и сами ветврачи. Этот опыт нашего хозяйства, который здесь построили, будем мы распространять среди наших руководителей, чтобы они приехали, тоже посмотрели. Качественная обработка скота – это оказывает положительный результат. Сегодня в хозяйствах Куйбышевского района насчитывают больше 14 тысяч голов крупнорогатого скота. Ставить профилактические прививки и делать заборы крови каждого животного ветеринарным врачам необходимо не меньше двух раз в год. Своевременные меры профилактики позволяют не только сохранить поголовье, но и не допустить распространения инфекций. Оксана Тимошенко, Андрей Ребедев, Новости ОТС. Первый и последний автомобиль царской России «Руссо Балтово» создают новосибирские автореконструкторы. Колеса, каркас, руль – большинство деталей уже готовы. Все мастерят вручную по оригинальным заводским чертежам. В гараже, где работают энтузиасты, побывал мой коллега Александр Шпак. Это великий князь Константин Константинович Романов, двоюродный дядя императора Николая II. В его гараже было аж три автомобиля марки «Руссо Балт». Когда сидишь за рулем такого авто, ощущение, будто бы история оживает. Первый русский автомобиль построили на вагонном русско-балтийском заводе в Риге в 1909 году. Его прототипом был бельгийский автомобиль «Фон Дю». В России «Фон Дю» улучшили. Так получился С24-30. На самодвижущуюся шасси они ставили просто карету. Это карета. И делали все эти кузова именно каретные мастерские. Отечественный автомобиль сделали более проходимым, чем бельгийца. Диаметр колес увеличили, раму подняли. Все потому, что дороги в империи в основном были грунтовые. Потому что высота колеса позволяет заехать в грязь. Колесо продавливало грязевой промежуток до земли, до сухой. И она двигалась. Купить чудо-техники могли только самые богатые. Для сравнения, С24 стоил как 50 породистых лошадей или 120 мясных коров. И цена не с потолка. Делали детали вручную. На карете и там все у него расписано золотом и так далее. Это все присутствовало. Посмотрите наверх. Это же тоже ткань. Вот такого же плана. То есть это лилии. Вон они разрисованы. Все это точь-в-точь воссоздает Владимир Курдюмов. Автомеханик и реконструктор. Оригинальные чертежи купил на заводе Руссо Балт за 350 тысяч рублей. На изготовление одного лишь колеса ушел месяц. Англичане сделали покрышки, а обода металлические сделали голландцы. А мы изготовили деревянную часть и собрали здесь. Ни одного экземпляра С24 не существует. После революции завод перестал выпускать автомобили. До нас дошел лишь один экземпляр авто марки Руссо Балтик. И то другой модели. Я так думаю, что все современные автомобилисты ни разу в жизни такой двигатель не видели. Он состоял из двух блоков. В каждом блоке было два цилиндра. Воссоздать двигатель самое сложное во всей работе. После его создания дело будет за малым. Корпус авто уже сейчас ездит. Через полтора года первый и последний автомобиль царской России впервые проедет по улицам нашего города. Последней точкой в его поездке станет автомобильный музей, который автореконструктор планирует открыть в Новосибирске. Александр Шпак, Антон Мамаев, новости ОТС. Чемпионат континентальной хоккейной лиги отменен. Футбольные и баскетбольные турниры пока приостановлены, но это пауза практически для всего отечественного спорта. Что изменилось в рабочем графике наших баскетболистов? С игроками в БК Новосибирск встретилась Кристина Лата. Шутки и смех на тренировке мужской команды нет ни намека на панику. Как говорят сами игроки, баскетбол – контактная игра. И если бы заразился один, то все бы уже давно были больны. Но внешние контакты, следуя рекомендациям, каждый из баскетболистов все же свел к минимуму. Я стараюсь сейчас ни с кем не контактировать особо, только на тренировках с ребятами. И то мы здороваемся, вот так, кулачки. С момента остановки чемпионата прошла неделя. РФБ отменило все матчи до 10 апреля. О том, что игр в ближайшее время не будет, баскетболисты Новосибирска узнали вечером, накануне отъезда в Москву. Да, я уже собрал вещи, как бы, и уже готовился все, там, зубочи сложиться спать, потому что выезд был ранее в 6 утра, чуть ли не в 5, и приходится сообщение от администратора команды в группу общую. Написано, что выезд отменяется, там, в дальнейшем специалии будут присланы в группу. Для всех игроков это стало полнейшей неожиданностью. Пауза пришлась на то самое время, когда дела Новосибирска, наконец, пошли в гору. Команда начала находить свою игру, а победа над «Спартаком» из Санкт-Петербурга придала новых сил и уверенности. Честно говоря, очень расстроился, потому что хотелось все-таки доиграть чемпионат, закончить все игры, закончить все на позитивной ноте. У нас была задача выиграть все оставшиеся матчи, мы были супер настроены. И, к сожалению, вся эта ситуация с этим вирусом, и все прекратилось. Сейчас пока ждем все в ожидании, ничего не понятно. Еще одной неожиданностью стал отъезд легионеров – форварда Давида Гобровчика и разыгрывающего «Суприма» Ханны. Контракты с ними были расторгнуты досрочно и по обоюдному согласию. Контракт есть контракт, но все-таки ребята находятся не в плену здесь. И поэтому Давиду Гобровчику звонили непосредственно прямо из посольства из Москвы. Он мне показывал и писали ему, что Словения находится на границе с Италией. И там хотят полностью вводить карантин, закрывать все границы. И поэтому ребята поступили очень честно. Они просто пришли и по тот день, который они были в клубе, они по обоюдному согласию с ними контракты были расторгнуты. Приехали сюда, простили с командой и сказали, что если чемпионат будет возобновлен, они с удовольствием приедут и будут доигрывать. У остальных игроков контракты до середины мая. И вне зависимости от решения РФБ, тренировки Новосибирска будут идти и дальше. Сейчас они проходят в облегченном режиме. Вместо двух в день одна и упор на поддержку физической формы. На этом все. Информационные итоги этого дня оперативно-технично слаженно подведем в 20.30. Спасибо за внимание и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова